Добрый вечер, друзья! Вот это вот, по скайпу я поговорил с Бородским. У него произошла такая история, вот эти персики росли в теплице, но крышу в теплице проломило, и температура там была, что внутри, что снаружи, минус 42. Но, тем не менее, волшебник, так, ни себя, ни эта самая, волшебник вырастил персики, вот они, и передает вам большой привет. Вот, это Юрий Железов, мой двоюродный брат. Я в прошлом вебинаре, я вам показал его, не его сад, а он умудрился подарить косточки соседу моей, пока он все ждет, вот первый урожай, сосед его дождался. И вы видели абрикосы, ой, я сказал персики, или я оговорился, абрикосы. И она, а у соседа мои косточки заплудоносили. И вот, пожалуйста, внученька, вот это письмо пришло, первый урожай. Вот, дело в том, что, я бы, ну, что особенно, подумаешь там, ну, ведь это же Кострома. Вот, что там Кострома, сейчас я вам скажу, что было сегодня. Утром приезжает ко мне блогер, милая женщина Марина, мать четырех детей, вот, для меня достаточно молодая. Говорит, у меня 10 тысяч подписчиков, я хочу снять фильм про ваш сад и разместить у себя, чтобы повысить популярность. Ну, вот, фильм мы сняли, угостил ее абрикосами, ну, только что в два раза больше этих. Вот, оказалось бы, все на этом. А дальше случилось все интереснее. Значит, к вечеру приезжает ко мне Дускабилов, он, правда, пенсионер, но известный ученый у нас здесь, в Восточной Сибири. Он привез ученого, научного сотрудника института имени Рисовенко. Это Барнаул, это ведущий институт. Вот, я с ним познакомились. Дело было к вечеру, быстренько провел по саду. Он умудрился собрать, попробовать мои абрикосы, косточек набрать. Вот, естественно, я вас за это уважал, и я бы не стал, может быть, об этом говорить, ведь это не первое, а 101-е посещение. Ученые были не раз, правда, не академики, а рядовые, но все-таки. Если бы не одно «но», знаете, что он сказал, когда я его угощал абрикосами, он сказал, я специалист по сливам, а что абрикосы? Абрикосы у нас в Барнауле не растут. Вот, мало того, мне показалось, я надеюсь, ошибся, что он сказал, что они не могут расти. Вот, ну, я тут же перевел разговор, что ладно там. Ну, и вот как раз это, вспомнил про письмо своего двоюродного брата. Вот оно письмо, вот они абрикосы, которые, естественно, если в Барнауле не растут, как они могут расти в костроме? Ну, вот, пожалуйста, такой вот вам пример. Далее, значит, расширяется, как бы, география моих абрикосов. Этот край вы уже знаете, я вам покажу другой край, на всякий случай. Вот, и моя задача, одна из моих задач главных в этой жизни, сделать так, чтобы сотни мини-питомников, некоторые потом перерастут в крупные питомники, но уже на сайте будут не нарисованные плоды, а настоящие плоды, и не из интернета плоды и деревья с плодами, а уже с собственного сада. То, чего я добиваюсь почти, за редкими исключениями, я пока добиться не могу, а сайтов сотни. Интернет-магазинов, это когда они выкапывают саженцы из питомника, но те питомники находятся далеко южнее Украины и Белоруссии, намного южнее, привозят их сюда, и они местами стоят, умирают. Вот сейчас, я вам показывал, может быть, помните, пару вебинаров назад, стоят эти саженцы, продают сразу за городом на трассе, они сейчас стоят, вот, еще дураков ищут, ждут, вернее, ждут дураков. Вот, а вот такие вот случаи, я почему, вот, Сутурина, вот, фильм здесь сняли, да, вот, 67 гитаров, по-моему, ужас какой. Я беру и вот эти данные. Вот, пожалуйста, давайте, западники, вот, это как прорыв блокады, вот уже плацдарм есть, давайте теперь это, к Валентине. Это моя цель в жизни, чтобы наших таких садов, как у нее, вот, Людмила Калининградская область, ой, Людмила, простите, запамятовал фамилию, забыл написать, вот так вот прямо переснял, а фамилии нет. Но зато есть ваш электронный адрес. Вот, это та самая волшебница, у которой, ну, куда уже, если уже мне кто-то не верит. Вот я водил ученого с этого, с Барновского института, вот, ну, хорошо бы плоды валялись, или там немножечко дотянулись где 100-граммовые, а так бы кто, кто бы мне поверил. Вот, и какими вишнями угощал, он не поверил сюда, что это черешня. Так и Людмила. Это один край, сейчас дальше пойдем. А, знаете, почему? Сейчас мы постепенно. Я померяю, как эта тема, я раз, раз, а вот стимпатизировать сложно. Еще раз о Белоруссии. Сейчас поймете, почему. Представленная книга «Северный статистический творение чудо своими руками». Вот, ну, здесь понятно, подчеркнуть, что я в Сибири. Здесь про мировую практику. Вот, и про то, что грамотно. Это, я им этому, напомню, что я выслал книгу Лукашенко, батьки Лукашенко, естественно, он ее не читал. Но случилось чудо, в отличие от наших, этих самых, от администрации нашего президента Путина, в отличие от министерства сообщества, в отличие от Академии наук. Почему? Они мою книгу прочитали, а оно же как, подсознание откладывается, а потом однажды, глядишь, что-то и дойдет, может, через 10-20. Смотрите, мировая практика показывает, что грамотная обрезка, так, позволяет достичь высокого уровня производства и вести плодовольство на промышленной основе. Да, но там, понимаете, в чем дело. Ошибка нашей, российской науки, которая, именно промышленная, которая занимается промышленным, освоением промышленности. Промышленным производством и Белоруссии, и Украины. Это, точно говоря, на Украине не новичок. Вот. Это вот эта мировая практика, это страшная ошибка. Видите, почему? Вот видите? Вот это вот, сделано, ну, два дня назад примерно, да. Это мои абрикосы. Эта ветка, она буквально на земле лежит. Если бы я делал вот эту мировую практику, то этой ветки просто не было. Без меня была бы страшная рана. Вот я к чему. Вот. И смотрите, я вынужден был быть категоричным. Причем это настолько все серьезно, так что я говорю, это настолько важно, что вот это даже не привлечение. Видите, пишут, по вашему мнению, это настоящая дикость, варуется, садится и бессмыслица. Это еще и преступление, вот надо было добавить. Вот. А мировая наука, это настолько к нам не подходит, я уже вопил, 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 да. Вот. Ну и ничего пока у меня не получилось. То есть, вот, моя жизнь прожита зря. Почему? Потому что все, что я вам показывал, рассказывал, дикое, страшное отношение к деревьям. Вот. Продолжение следует...